МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Долгожданная зима принесла с собой опасные сюрпризы. Как не заработать черепно-мозговую травму? Наркотик на подоконнике. Рабочий одного из предприятий города выращивал коноплю на своем приусадебном участке. Правоохранители изъяли у обручанина 700 грамм марихуаны, где хранился дурман. Лучшие друзья мужчин гири. 147-й зенитный ракетный полк принимает чемпионат военно-воздушных сил и войск ПВО. Гиревой спорт – это один из видов спорта, который культивируется в вооруженных силах. Какие результаты у обручан? А также рабочее совещание, морозный прогноз и экономика в пандемию. В стране вступили в силу новшества, связанные с эпидемией. Кто теперь может уйти на самоизоляцию? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Право на охрану здоровья незыблемо. Об этом заявил президент. Во Дворце независимости обсудили изменения в закон о здравоохранении. Завальным столом глава и представители Минздрава, спикеры обеих палат парламента. На повестке обсуждение поправок закона о здравоохранении и об оказании психологической помощи. Документы базовые. Они определяют правовые основы оказания медпомощи. Последние изменения датируются 2010-м. За это время назрели перемены. Новые вызовы внесла и пандемия коронавируса. Александр Лукашенко отметил, отечественное здравоохранение и это испытание выдерживает достойно. В нашей стране право на охрану здоровья, как вы понимаете, незыблемо. Бесплатное эффективное лечение в государственных учреждениях здравоохранения должен получать каждый гражданин Беларуси. Государство, со своей стороны, обязано сохранить условия, чтобы в больнице было современное медицинское оборудование, а у врача средства индивидуальной защиты. Пациент, где бы он ни жил, в столице или селе, получал ту помощь, в которой он нуждается. Однако, при всем этом очевидно, нам необходимо обновить ряд законодательных положений. Это позволит здравоохранению быть современным и двигаться вперед. Также глава государства подписал новые кодексы по вопросам административной ответственности. Ранее они обсуждались и были поддержаны парламентариями. Изменения направлены на либерализацию и упрощение порядка привлечения юрлиц и физлиц к административной ответственности. Основная направленность – профилактика и предупреждение. Новые меры заработают в Беларуси 1 марта. Осторожно, возможно, падение сосулек и долгожданное время года, кроме зрелищных пейзажей и зимних забав, принесло с собой и опасность. Как не угодить в больницу и себя обезопасить? Подробности в следующем материале. Это не просто знаменитая фраза из комедии, а реалии настоящей зимы. Вместе с ней в страну пришла и небывалая опасность. Снегопады, наледь, гололед и огромные сосульки. Их несладкая сторона в том, что при падении они могут не только травмировать, но и даже убить человека. Особо осторожными нужно быть всем без исключения. Неприятные сюрпризы могут поджидать где угодно. Совет от МЧС прост. Ходить подальше от балконов, карнизов и крыш домов и объяснять детям, почему запрещается играть на этих опасных участках. Для того, чтобы сократить путь, не заходите за огороженной лентами опасные участки тротуаров. Если есть такая возможность, сбивайте сосульки, чистите крыши от снеговой нагрузки. Сосульки появляются постепенно. При оттепелях снег на крыше домов тает, а ночью, когда температура воздуха опускается ниже нуля, талая вода замерзает. Так и образовывается нависшая опасность. Ее длина может быть от нескольких сантиметров до нескольких метров. При падении хрустальный наледь может достигать весьма приличной скорости до 60 км в час. Если она упадет на голову прохожему, то в лучшем случае приведется трясению мозга, в худшем – к гибели. Ответственность за снежные шапки и леденцы несут организации, у которых дом числится на балансе. Например, это трехэтажка на Минской, 17, зона ЖУ номер 1. Если человек не знает, за кем закреплено потенциально опасное здание, можно позвонить в единый центр по вопросам ЖКХ на номер 115. Специалисты отреагируют и устранят проблему. Собьют наледь с крыш, карнизов, балконов, проводов и водосточных труб. Ежедневно проходят обследования, плюс мы еще работаем со службой 115 единая, которая поступает нам в заявки. Мы сразу выходим, обследуем и сразу устраняем. Проходим инструктажи охраны труда, даем средства безопасности, огораживаем территорию, ставим людей с жилетами, чтобы люди не попадали в зону риска. Кроме того, на сайте 115.бел можно загрузить фотографию сосулек, которые выросли на крыше дома. В ответном письме коммунальники не только сообщат о решении проблемы, но и также пришлют снимок, подтверждающий этот факт. Что же касается магазинов и торговых центров, то здесь ответственность лежит на собственниках. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. В Беларуси выздоровели выписаны 202 446 пациентов с COVID-19. Зафиксированы 219 663 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 4 191 207 исследований. Такие данные приводит Минздрав. В Беларуси вступили в силу новшества, связанное с поддержкой экономики в эпидемию. Теперь любой сотрудник может уйти на самоизоляцию, и этот отпуск оплатят. В первую очередь это коснется предприятий с непрерывным циклом производства. Продолжительность такого отпуска определяется по соглашению сторон. Такая мера позволит нанимать и расформировать так называемый подменный резерв, чтобы предприятие не остановилось в случае заболевания основного персонала. Строительная сфера, новая реклама и внедрение технологий. Белтелеком завершил тестирование сети пятого поколения, когда она покроет всю территорию страны. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Строительная отрасль Беларуси озвучила план многоэтажек и районов, крупных городах и райцентрах. 4 миллиона квадратных метров жилья. Столько возведут в 2021-м. В приоритете многодетные семьи им предложат построиться в течение года с момента постановки на очередь. В то же время проблемам в 2020-м срывов по сдаче домов не было, а очередь для нуждающихся за 5 лет и вовсе сократилась на 200 тысяч. Нововведения в законы, которые регулируют рекламный рынок, вступят в силу этим летом. С июля, кажется, сможет попросить рекламодателя прекратить вбрасывать почтовый ящик лесовки. По первому требованию владельца, непрошенный бюллетень должен из него исчезнуть. От навязчивых звонков и писем на электронную почту документ также защитит. Без предварительного согласия такой контакт с клиентом будет запрещен. В информации о микрозаймах обязательным станет указывать годовую величину процентной ставки. Объемы экспорта белорусской промышленности в 2021-м должны вырасти на 10%. Но производить нужно тот объем, который продается. Такой план озвучил министр промышленности Петр Пархомчик. Оценивая мировые рынки, он отметил, начинают расти цены на продукцию БМЗ. Также вырос спрос на карьерные самосвалы. И это положительно сказывается на выручке предприятий. Сейчас продукция с пометкой «Сделанная в Беларуси» поставляется в 120 стран мира. Белотелеком завершил тестирование сети пятого поколения. В Министерстве связи считают возможным в течение пяти лет покрыть всю территорию страны 5G. Внедрение технологии обойдется в немалую сумму, поэтому планируют пригласить и инвесторов. Преимущество 5G – это высокая скорость доступа при минимальных задержках. Поддержка одновременно работающих устройств и высокая энергоэффективность. Небольшой снег и до минус 16. Такова погода на 15 января. В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах одним местами пройдет небольшой снег. На дельных участках дорог гололедится. Ветер прогнозируется северный 4-9 метров в секунду. В течение суток по республике ожидается существенное снижение температуры. Ночью столбики термометров покажут от минус 12 до 22 градусов. Подпольное хранилище сотрудники наркоконтроля изъяли в обручении на 700 грамм марихуаны. След наркотика обнаружила служебная собака во время осмотра владений мужчины. Место схрона – сарай. Запрещенное растение правонарушитель поместил в полимерные пакетики, стеклянную банку и газетные свертки. Установлено, что 45-летний хозяин дома, рабочий одного из предприятий города, выращивал коноплю на своем приусадебном участке, сушил и использовал для личного потребления. Задержанный бобручанин ранее не судим, однако неоднократно привлекался к административной ответственности. Следователям его действиям дана правовая оценка и возбуждено уголовное дело. Силой и отвага в Бобруйск приехали лучшие военные игревики. Чемпионат военно-воздушных сил и войск ПВО принимает 147-й зенитный ракетный полк. С вышедшего спортсмена выясняют отношения на помостках. Какие результаты у бобручан знает Максим Кембель. Отставить наряды и занятия, приступить к выполнению спортивной задачи. Так выглядит на сегодня расписание рядового Александра Бернста. Парень представляет 147-й зенитный ракетный полк на чемпионате по гиревому спорту. До этого по сложному списку только легкий атлетиков. Более тяжелый вид перешел уже в армии. По итогам выступления у зенитчика второе место. Неожиданность для всех. Такого результата смог добиться всего лишь за две недели тренировок. Каждый раз, каждый вечер можешь идти заниматься в спортзал. С тобой будет заниматься тренер. Ночфиз наш. И с нами вместе показывает, как что выполняется упражнение, отдых. И после тренировок, соответственно, баня. Всего на чемпионате военно-воздушных сил и войск ПВО чуть более 100 представителей военных частей со всей страны. Соревнуются атлеты в двоеборе, толчок и рывок. Вес снаряда на выбор 24 или 32 килограмма. Турнир. Первый этап в круглогодичной Спартакеаде. Впереди футбол, пятиборье, стрельба, легкая атлетика. Гиревой спорт – это один из видов спорта, который культивируется в вооруженных силах. Солдату это дает, во-первых, мотивацию личную, также повышение общего уровня физической подготовленности своего. Ну и как дальше на перспективу, если ты хорошо толкаешь гири, соответственно, ящики с боеприпасами и снаряды будешь хорошо подносить. Соревнования растянулись на три дня. По итогам будет сформирована команда военно-воздушных сил и войск ПВО для участия в чемпионате вооруженных сил. Максим Кимель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»